Леонид Яковлевич, добрый день. Здравствуйте. В Госдуму внесен законопроект о санкциях против иностранных интернет-платформ, попросту об ограничении YouTube, Facebook и Twitter. Чем можно объяснить данную инициативу? Ну, во-первых, дурью. Во-вторых, не надо недооценивать этот фактор принятия политических решений в нашей стране. А во-вторых, пониманием собственного продавца. Они проигрывают на всех фронтах. И им кажется, что они проигрывают YouTube, Facebook и так далее. На самом деле это не так. Они проигрывают здравым смыслом. Они проигрывают таланту. Они проигрывают символ смерти. Они проигрывают жизни. И это, на самом деле, очень хорошо. Они проигрывают не потому, что кто-то там на Facebook, а кого-то там нет. Они проигрывают потому, что то, что кто-то говорит, люди хотят смотреть. А что-то другое то, что от них идет. Люди не хотят смотреть. Ну, не хотят и все. И, разумеется, никакими запретами этот вопрос не решить. Вспомните, как долго они пытались закрыть Телеграм, не смогли, сдались, ну и вернулся на круги своя. То же самое будет и здесь. В итоге сам Роскомнадзор завел аккаунт в Телеграме. Ну, конечно. Ну, а куда ты думаешься-то? Стронние, как их понимают, так же, как бред по импортозамещению, да? И при этом они продолжают ездить на иностранных машинах, покупать иностранные костюмы там, ну и так далее. Ну, вот как? Одновременно с этим Роскомнадзор от Гугл потребовал вернуть программу господина Соловьева в тренды Ютьюба. Ну, это также этим же можно объяснить? Либо это какие-то другие оттенки имеет? Знаете, мне кажется, что здесь дурь и проигрыш в немножко других соотношениях находятся. Здесь в основном, конечно, просто дурь. Потому что требовать, понимаете, чтобы вполне объективная система рейтингования признала вдруг высоко стоящим то, что стоит низко, понимаете? Ну, это как, ну, я не знаю. Ну, да, вот скажите людям, чтобы они покупали там Жигули, а не за те же деньги там какую-нибудь корейскую машину. Ну, хорошо, ну, скажите людям, ну, накажите торговые сети, что корейские машины покупают больше, чем Жигули. Ну, попробуйте наказать, ну и что? А люди что, будут Жигули покупать? Нет. Если у тебя есть деньги на корейскую, то купишь корейскую. Ну, езжу же, это понятно. Как вы считаете, все-таки они перейдут конкретным мерам в случае, если их требования не будут удовлетворены? Если смогут, то перейдут. Это вопрос их профессионализма. Но, понимаете, я очень рассчитываю на то, что совокупный их интеллект и профессионализм существенно ниже совокупного интеллекта и профессионализма тех, с кем они тут пытаются сейчас бодаться, понимаете? Но все-таки умные люди, они сосредотачиваются в основном не у них, не в Роскомнадзоре, да, а и не на втором канале, а они сосредотачиваются скорее на оппозиционных платформах, на Телеграме, на Ютюбе и так далее, да. Поэтому я надеюсь, что у них не получится. Но если получится, они это сделают. Вообще, надо понимать, что они уже готовы на все. Они готовы все, что будут запрещать, они готовы стрелять, они готовы ко всему. Комиссия Совета Федерации предлагает закрепить в законодательстве о выборах понятия «кандидат-иноагент». Как сообщил председатель комиссии Андрей Климов, также предлагается установить уголовную ответственность для иноагентов, привлеченных ранее административной ответственности. Илья Вяковлевич, как вы считаете, это начало подготовки к выборам, власть в какой-то степени уже не уверена в исходе? Власть уверена в проигры. В том, что, посмотрите на всякие последние выборы, они проигрывают даже табуретки. Вот кому угодно, готовы голосовать за кого угодно, либо не за них. Если бы они вот так вот уже достали, понимаете, все, уже больше невозможно. Поэтому они, ну, а поскольку они не все идиоты, идиоты среди них есть, но, конечно, не все, то они пытаются в этих условиях обеспечить себе нужные цифры. Но один из способов – это не допустить популярных кандидатов на голосование. Вообще не допустить. Это не спасет, вот где-то же уборщица выиграла технический кандидат, выиграла своего шефа. То есть, как бы, людям лишь бы не за них уже давно. Но они этого, видимо, еще не до конца поняли. Но, по крайней мере, популярных кандидатов они будут выбивать таким способом. Причем, понимаете, что значит иноагент? Это вот очень интересная вещь. Они все время ссылаются на закон Фарроу, американский, да, и при этом нагло вру. Ну, мало того, что закон Фарр был принят во время Второй войны, мало того, что он почти никогда не применяется. Значит, он касается вот чего. Вы должны зарегистрироваться как иностранный агент. Если вы являетесь наемным работником, то есть получаете деньги, от структуры, которая работает в интересах другого государства и находится на чужой территории. То есть, условно говоря, дипломаты, дипломаты, находящиеся на территории страны, они являются все иноагентами. Просто их так не регистрируют, потому что это и так понятно. Там, не знаю, посол Буркинофасов в Москве, он работает в интересах Буркинофасов. И от Буркинофасов он получает зарплату, статус, ордена, не знаю, что еще. И работает в интересах своей страны. Это совершенно нормально. Теперь, если, допустим, человек является сотрудником пиар-службы «Газпрома», например, и работает на территории, допустим, Франции, то французские органы имеют право посмотреть, совпадают ли интересы «Газпрома» и интересы Франции. Если совпадают, то хорошо, если они не совпадают, они могут его заставить зарегистрироваться как иностранного агента. Это нормально. Он действительно, он агент в том смысле, что он проводник. Агент не как шпион, агент – это не шпион, а у нас агент – это шпион. Когда у нас присваивается статус иностранного агента, то это полный бред. Например, мемориалы или вата-центр или многие другие очень достойные структуры не являются наемными структурами зарубежных организаций. Они не являются, они работают здесь. Их устав, их уставная деятельность утверждены государственными органами Российской Федерации. Они российские учреждения, да? Более того, большая часть из них никаких денег за рубежом вообще не получают. Соответственно, если бы получали, я бы не видел в этом никакой беды, что с плохого-то. Если твоя уставная деятельность утверждена государством, разрешена государством. И на эту уставную деятельность нашел деньги, я не знаю, в ООН, в ЮНЕСКО, где угодно еще, то почему это плохо? Ну, нашел, нашел, молодец. А сейчас они будут присваивать статус иностранного агента физическим лицам, по всей вероятности. Но здесь будет просто полный произвол. То есть, вот товарищ из какой-нибудь органа, их все, в общем, товарищи из одного органа, на самом деле. Вот, товарищ этого органа, так сказать, внимательно тебя посмотрит, скажет, ну, точно ты и на агент. Вот, 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 по роже видать. Вот, и будешь ты и на агент, ну, нормально. То есть, они, ну, они просто все зачищают, чтобы ничего не случилось неприятного с ними. Они зачистят полностью на 100%, либо у них все-таки есть какой-то процент допущения депутатов среди оппозиционных лидеров, представителей? То есть, ну, Олег, ну, в голову к ним не влезешь, да, но скорее нет, чем да. Скорее не допустят никого, чем кого-нибудь допустят. Потому что они же видят, что когда остается даже там один-два депутата, допустим, в Государственной Думе, да, то они устраивают там постоянное какое-то бурление. Вот, ну, вспомните, там, там, вот, отец и сын Гудкова, там, какой шухер наводили в Думе, там, Илья Пономарев. Ну, вот, понимаете, их всего-то было ничего, да, там, два, три человека, четыре человека. Вот, а, так сказать, мешали они поступать на движение к территоризму очень сильно. Вот, поэтому я думаю, что они постараются не допускать. Вот сейчас они вынуждены были допустить Московскую городскую Думу, место поляточных людей. И что? Большинство у них. Большинство-то у них. Только у них теперь отношения с этой Думой совершенно другие. Они должны материалы своим предоставлять, как-то отчитываться, что-то там говорить, доказывать и так далее. А нафига им это надо? Знаете, а эти люди, защищенные статусом своим, и что-то такое еще делают вне Московской городской Думы, скорее они никого не допустят. Депутат муниципального образования СМОЛНИНСКОЙ, это в Санкт-Петербурге, Никита Юферев, снял и порвал портрет Владимира Путина. Вы, наверное, знаете эту историю, Леонид Яковлевич. И сотрудница администрации вызвала наряд полиции, приехало пять человек, два с половиной часа. Опрашивали их. Леонид Яковлевич, у нас общество на пути к массовому доносительству, а репрессионная вот эта машина, она уже настроена на любую реакцию, на любую информацию. Как можно это оценить? Вы знаете, нет, общество не на пути к массовому доносительству, потому что общество по этому пути давно прошло. Вообще никуда оттуда не возвращалось, так сказать. Донос, донос это наш красивый национальный, красивый отразится, красивый обычай. Тут другое. Наше общество переходит к такому очень примитивному язычеству. Вот что интересно, понимаете. Значит, он порвал портрет Владимира Владимировича Путина. При этом он не наносил ущерб Владимиру Владимиру Владимировичу Путина. То есть, Владимир Владимирович Путин оставался таким же, как был, ничего не похудел, и все с ним нормально, ничего с ним плохого не случилось. То есть, это вот, но они его в чем обвиняют? Они его обвиняют в черной магии, по всей вероятности, да? Что он, порвав портрет, вот таким образом пытался нанести, наслать порчу там или убить там дистантно. В общем, что-то такое сделал Путин. То есть, такое дикое Средневековье. Я понимаю, почему такое Средневековье, когда против которого даже церковь наступала, потому что это, ну, все эти колдуны, маги там и круче, они же внецерковные люди. Вот, ну, вот так вот они, так вот они действуют. Они защищают тотемы, понимаете? Вот как дикари. У дикаря есть тотемы, но тотем защищают. Собственно говоря, понимаете, не все те, кто оскорбляют тотемы, делают то, что мне, например, лично нравится. Да, вот нет. Допустим, мне не нравится, когда какие-то там дурачки там жарят сосиски на вечном огне. Да, вот, я не понимаю, нафига это делать, да? Если бы я в этот момент проходил мимо, я бы, наверное, сказал, что, пацаны, вы чего? Огонь в честь, в память людей, которые погибли на Великой Отечественной войне, да? В Великой Отечественной войне. Ну, нахрена тебе вот это делать? Они тебе ничего плохого не сделали, да? Вот те, кто тогда погибли. Вот, ничего плохого они тебе не сделали, кроме хорошего, да? Они родину защищали. Ну, чего ты? Чего ты выпендриваешься? Зачем? Да, зачем? Если тебе Путин не нравится, пойди что-нибудь сделай там с действительно там символами нынешней, сегодняшней власти, да, конечно, пожалуйста, вперед, да, там, с кем-то. А это-то зачем, да? Но их же в тюрьму сажают за это. Понимаете? Это же бред полный. Они же не нанесли никакого ущерба, ни безопасности страны, ни чему. Они просто дураки. Вот, вот, дураки, на самом деле, да? Ну, так, ну, глупость не преступление, понимаете? Ну, а вот они себя ведут, наши начальства ведут себя как вожди племени дикарей. При том, что мы не дикари. Стоит ли ожидать от нашей государственной думы, ну, может быть, от ближайшее время принятия каких-то норм, которые будут запрещать прикасаться к портретам, к памятникам всевозможным. Вы знаете, кто-то из великих сказал, что все на свете имеют свой предел, но лишь глупость человеческая беспредельна. Поэтому я бы не стал этого исключить. Вот, с них ставится. С них ставится. Понимаете? То есть, посмотрите, вы сейчас говорите, и мне и вам это кажется безумным абсолютно. Но если посмотреть на законы, принятые в последние годы, да, то принято очень много такого, что не могло этого быть, ну, никак не могло этого быть, да. В том числе вполне страшные вещи, типа закона подлецов, запрещающего усыновление. Да, в продолжение наших законотворческих инициатив вот очередной законопроект внесен в Госдуму о том, что по очередному участию граждан в одиночном пететировании и так называемые прогулки смогут признаваться публичными мероприятиями. Вот законопроект у нас внес Дмитрий Вяткин, Единой России, разумеется. Итак, как вы полагаете, это инициатива Вяткина, либо это прямое указание команды администрации президента? Ну, вы знаете, там же не стопроцентный контроль за внесенными законопроектами, там стопроцентный контроль за голосование, а хоть бы там большого мужчина вполне может и сам что-нибудь такое предложить, такое считаю, что это правильно. Поэтому очень трудно отделить, очень трудно сказать, в какой из идиотских законопроект появляется чьей инициативе. Если вносят там какие-то статусные люди, ну, как тот же Климов, то это, скорее всего, согласовывается. Если вносят Дмитрий Вяткин, может, это не согласовывается. Чего кто-то знает. Но это, конечно, в тренде. Если не согласовывается, это не будет приятно. Нужно не беспокоиться. Но это, конечно, в тренде нынешнего развития, потому что, смотрите, что они хотят сделать. Они запретили смену властям уже. То есть, выборы построены таким образом, что власть на выборах сменить нельзя. Это они сделали. Они продолжают, конечно, заниматься, дальше там что-то там штукатулить вот так с этими иноагентами. Хотя иноагенты, физические лица, это, на самом деле, не только для выборов. Тут можно многое другое сделать. В общем, вот так. запретить менять власть. Да? Запретили. Молодцы. Следующий шаг. Запретить противставку против власти. Значит, запрещали это, 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 это. Вот. Народ придумал вот эту схему, значит, стоять в очереди на пике. Действительно, схема впечатляющая. Потому что вот я сам стоял в какой-то очереди за часа четыре. Например. Уж не помню, куда она была. За этого создания ФСБ это было. и вот часа четыре там надо было стоять. То есть, толпа такая вообще-то стоит, понимаете? И все это за решение. Конечно, у меня там обидно вообще. Ну, вот. И вроде изгибать не за что. Так что, это, да, это последний редук, который у нас оставался. и они хотят этот редук тоже уничтожить. И уничтожают. Это логично, да? Ну, и третье, что они хотят запретить, потому что, может быть, вы тоже собирались сказать, но я тогда, извините, что сбегаю вперед, это запретить видеть мир не так, как видят они. И для этого они запрещают просветительскую деятельность. По согласованию теперь. Ну, понимаете, просветительская деятельность по согласованию, как митинг по согласованию. Кому надо, тому согласуют. Кому не надо, тому согласуют. Я почему-то думаю, что там тем, кто действительно занимается просвещением, они не согласуют. А всякая там юнармия и прочим, и прочим российского военно-исторического общества, они, конечно, все согласуют. Нужно не согласуются. Я, конечно, хотел вас спросить, эта тема уже немножечко отходит на второй план, но тем не менее, на мой взгляд, будет оставаться актуальной. Путину и Медведеву зачем неподкосновенности? Ну, после выхода, понятное дело. Если таковой состоится. Во-первых, Медведева никто не спрашивал, я думаю, так вообще ни о чем. Он так рядом проходил. То, что я так думаю, не знаю, естественно. У меня нет инсайдов. Я думаю, закон не означает, что Вадим Вадимович собирается уходить. Это скорее на всякий случай. Мало ли что случится. Он же тоже, он же точно не дурак. Он же понимает, что, ну, не знаю, а паралич его разобьет, например, а инсульт у него будет. И он говорить будет через слово. И так далее. Он понимает, что может быть ситуация, теоретически, возможно, ситуация, которая заставит его уйти. Исключать его и он не может, конечно. И поэтому это на всякий случай. Этот закон говорит о двух вещах. Во-первых, о том, насколько он не уверен ни в чем. То есть, по-видимому, он понимает, что даже если над властью придут люди, такие, так сказать, его люди, то они тоже могут его преследовать. Он не верит никому. Он не верит никому вообще. А второе, что он здесь поражает, это, извините, неадекватность. Уже его неадекватность. Потому что а кто тебе сказал, что твои приемники будут следовать твоему законодательству? Ну, это же безумно. То есть, ты только что уничтозил конституцию. Ты напринимал безумных совершенно законов, которые, понятно, не могут действовать после твоего ухода и двух дней. А этот закон будут все соблюдать. Да с какого вообще радости? Не говорят, что там, что есть мировой опыт. Гарантии были у генерала Августа Пиначчева. Были гарантии. Ну и чего? Помогли они ему. Суд, ему повезло, что он умер раньше. Гарантии были у генерала Ярузельского. И что? Суд, опять же, повезло, что умер раньше. Ну и так далее. Это не поможет. Это не поможет. И смотрите, если к власти после него придут демократически настроенные люди, то они будут проводить ревизию всего законодательства, естественно, в том числе и отменят эти законы. И если к власти придут такие же, как он, просто не говоря, инкарнация его, то преследователь, вернее, преследователь будет незаконным определяться, а тем, как они везут политическую целесообразность. Если они сочтут, что это им выгодно, они будут это делать. Он плевал на все законы и плюет, а они не будут. Такой связи. Вот какая-то странная наивность поражает. Николай Ильич, сможет ли вы назвать основных три закона, которые, по вашему мнению, нужно будет отменить в первую очередь? Вот так, на скидку. Их так много. Знаете, я бы что сделал? Я бы приостановил, ну, допустим, меняется режим, да? Я бы приостановил действия всех принятых ими законов, кроме всех принятых ими законов в сфере политики, идеологии, избирательного права и так далее. Ну, просто всех. А дальше стало бы проводить ревизию. Потому что, может, они случайно это что-нибудь приняли нормально, это не исключено. Хотя лучше отменить все и делать по-новому. Вообще, надо сказать, что я испытываю истинную благодарность к, я даже говорил на форуме «Свободная Россия», что я испытываю истинную благодарность к Владимиру Владимировичу Путину за то, что он разрушил Конституцию. Потому что она и так не выполнялась. Зато теперь понятно, что никакой Конституции нету. и когда все сменится, надо не ремонтировать эту, а сделать новую. Понятно, он как бы этим своим действием расчистил стройплощадку. Он ее расчистил. Ну, и слава тебе. Ну, и хорошо. Немножко о Беларуси. Не можем обойти эту тему. Протесты в Беларуси пока не дают ожидаемого результата. На ваш взгляд, Лукашенко удержится? Нет. Лукашенко не удержится. Ни в коем раз. Но нет будущего. Значит, есть два варианта, как я вижу, два варианта завершения беларусских процессов. Значит, первый вариант. От Лукашенко побегут его генералы. Его генералы, его полковники, майоры поймут, что ему-то предоставят убежище в России или в Китае, а им-то нет. И всем места в его самолете не хватит. Всем не хватит. Кого-то он просто возьмет с собой, а всех нет. И им отвечать. Ну, кроме того, я не исключаю того, что среди старших офицеров и генералов беларусских вооруженных сил, беларусских правоохранительных оборонов есть люди, которым, в общем, не нравится быть палачами собственного народа. Ну, просто не нравится и все. Знаете, в конце концов, человек, когда он учился в военном училище, не для того, учился, чтобы полюсом стрелять по своим, да, он учился родину защищаться. Ну, что разная, разная работа, надо сказать, да. Один вариант, если у него победут силовики, это может случиться просто с таким исходом времени, да, а может случиться, если уровень насилия резко возрастет, если они начнут стрелять от пулеметов по толпе, там будет уже не один, пять трупов, а пятьсот, пятьсот, восемьсот, чем-то такое. Не дай бог, конечно, да, не дай бог, но это же нельзя исключаться. И вот может после этого генерал и полковник от него отвернуться. Не исключено. Это один вариант. Тогда побеждает белорусская революция. Это не значит, что это будет прекрасное белорусское будущее. Ничего прекрасного, разумеется, не будет. Будет тяжелый, тяжелый, очень тяжелый период, очень тяжелый переход с противоречивой, с отступлениями, наступлениями, интригами, как резидент, на самом деле. Рая на земле не бывает. Но в этом случае Александр Григорьевич либо успевает убежать, либо предстает перед трибуналом и садится в тюрьму по жизни. Это один вариант. Второй вариант, если его снимает Путин. Дело в том, что у Владимира Владимировича Путину вот этот бардак на границе совершенно не нужен. Совершенно не нужен. Зачем? Одно дело спокойная Беларусь, тихая, провинциальная и так далее, про которую можно анекдоты рассказывать. Можно смеяться над Лукашенко, что он картофельный фюрер, еще что-то такое. Все тихо, спокойно, ничего не трогает. А другое дело, когда там все время бурлит, когда там убивают, прорывается кровь, международные организации перезонются в Беларуси. Кому это надо? Пусть оно это не надо. И поэтому я, ну, еще его, конечно, не надо, он не хочет допустить победы Беларусской революции, потому что мы слишком похожи, и победа Беларусской революции это такой, знаете, соблазнительный сигнал для нашего. позиции, да, поэтому он может поставить вместо Александра Григорьевича какого-то технократического человека, скучного, малоизвестного, принадлежащего к лукашенковской элите, но не замазанного слишком большой близостью к самому этому диктатору, да, какой-нибудь бывший министр машиностроения, условно, не знаю, есть ли министр машиностроения, называется вот что-нибудь вот такое, да, вот, или нынешний министр, не важно, вот, может поставить, он может вызвать к себе Александра Григорьевича и найти убедительные аргументы, которые на Александра Григорьевича подействуют. Я полагаю, что такие аргументы есть. Если Александр Григорьевич проявит себя полным идиотом и этих аргументов не послушается, то, в общем-то, он уже, знаете, немолодой человек, с ним может что-нибудь случиться. Это тоже, это тоже бывает. Вот. Мне кажется, что Лукашенко, вообще говоря, вот, когда он приезжал и сразу после выборов и там каялся и объяснял, что Владимир Владимирович его старший брат, мне кажется, после этого он его еще раз кинул. Потому что инаугурация, вот эта секретная инаугурация, которую он провел, секретная гранация, да, она, похоже, была действительно неожиданностью для наших властей. и там не было нашего посла. Знаете, вообще, на инаугурационные процедуры послов приглашают всегда, а тут не было российского посла, старшего брата, да, наместника старшего брата. Потому что не исключено, что он уже его кинул, уже успел еще раз кинуть, да, но думаю, что Путин его поменяет. Все-таки решение будет, вероятнее всего, за нашим президентом в Беларуси. Это будет временное решение. Это будет временное решение. В Беларуси сформировалось, как мне кажется, сформировалась гражданская нация. И эта гражданская нация абсолютно европейская по духу, очень достойная, так сказать, и думаю, что они с этим не примирятся. Но, конечно, конечно, если после вот этого безумия, которое творит Арсеном Григорьевич, власть будет передана какому-то спокойному, нормальному человеку, пусть не имеющему никакой юридической легитимности и так далее, но который сможет сказать, значит, так насилие прекращаем, войска больше не уходят, значит, все, сидим, сидим тихо, да, готовим новые выборы через какое-то время, там, ну, как-то вот так, понимаете, вот тихо все успокаиваются и так далее. И какое-то успокоение на время произойдет, действительно. Потом будет новый виток. Новый виток уже может быть электоральный, понимаете, а может, в том время жить Путин хорошее прогноз. Хороший прогноз.